Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Значит, стал игнорировать молодых девушек, пишет мужчина, стали нравиться женщины постарше. Чем может быть психологическая причина вырва, подскажите, пожалуйста. Ну, вам тут уже, в принципе, ответили, что как бы, как правило, связывают это именно с отношениями мамы. Вот. Как правило, связывают отношения с родителем и, соответственно, как бы, вот потребность в некой такой, ну, если можно так сказать, потребность в некой такой безопасности, да. Вот, потребность в некой такой подчинённой позиции. Вот. И, соответственно, тут вот нужно смотреть на этот аспект. Вот. И, соответственно, это первый и самый такой вот основной момент, на который имеет смысл обратить внимание. Ну, в принципе, если вам сначала, как бы, нравились девушки помоложе, то, вероятно, вы могли и переключиться. То есть, вот, ну, не получилось, да, девушкам помоложе, как бы, отношения построить у вас не вышло. Вот. И вы, соответственно, чтобы вот не чувствовать боли, например, да, чтобы не чувствовать себя плохо, например, чтобы не сталкиваться вот снова с такой, ну, болезнью. Вот. И, соответственно, вы, соответственно, выбираете для себя вот по вашему мнению такую вот наиболее безопасную историю, да. Ну, вы считаете, что женщины, как бы, постарше, они вот вам как-то вот дадут то, чего не дают женщины помоложе. А именно, да, кто-то вас из них вот может принять. То есть, тут, как бы, то, что вы описываете, может быть еще и следствием в некоторой степени, может быть следствием именно отвергнутости вашей. Именно от того, что вас, ну, отвергли. И, соответственно, то, как вы переживаете этот момент, момент вот того, что вас отвергли, момент того, что вы потерпели неудачу. Вот. Очень часто подталкивает человека как раз к тому, чтобы вот переключиться на что-то другое. Потому что если бы было бы иначе, то вам бы изначально нравились девочки по стату. Вот. Да. С другой стороны, может быть они вам и нравились, но вы себе боялись приняться в этом. То есть, тут тоже нужно осмотреть, что от чего. Вот. И, наконец, такой вот еще один важный момент, это то, ради чего вы, в принципе, выстраиваете отношения. Да? То есть, здесь какой момент? Если вы выстраиваете отношения для определенных, с определенными целями, или ищете в отношениях чего-то такого вот, ну, конкретного, да? Вот, прямо вот, чего-то конкретного вы ищете в отношениях, то, конечно же, вы видите, что девочка помолодче, да? Вам этого не дает. И цель, цель, соответственно, остается недостижимой. Вот. И в определенный момент вы понимаете, что вот то, к чему вы стремитесь в отношениях, да? Вот, к определенной, там, позиции в отношениях вы можете стремиться, к определенным эмоциям вы можете стремиться, вот, и так далее. Вам это все может дать, как раз таки, девушка-постатушка. Вот. И вы переключаетесь на них. Потому что, как бы здесь логично, в этом, в этом смысле, в этом контексте, получается логично, что вы будете тяготеть, именно к тем вы будете тяготеть, кто вам, ну, у кого больше шанс на то, чтобы дать вам то, в чем вы нуждаетесь, да? Вот. И, соответственно, вы не будете тратить свое время на то, что вам не способно дать, как бы, из нуждаемого. Вот. То есть, тут причины вот такие, в принципе. Ну, я бы рассматривал первые две, я бы рассматривал взаимодействие с мамой и травмированность вашу, вашу, ну, вашу возможную, например, травмированность неудачными отношениями, вот. То есть, я бы больше, наверное, как-то вот, ну, я бы больше в этих направлениях придумал. Мне кажется, что вот это самый такой, ну, самый вероятный момент. Вот. И мне не кажется, что другие моменты, вот, ну, другие из перечисленных, например, даже мной, имеют под собой основание. Вот. Если честно, я думаю, что вот с мамой в какой-то степени отношения здесь у вас вполне могут быть ни при чем. Вот. Мне так, по крайней мере, это видится. Мне так, по крайней мере, кажется. Вот. Все-таки мне кажется, что на первом месте все-таки вот именно то, что вы могли потерпеть неудачу. Вот. И, соответственно, как-то вот на это отреагировать, вот отреагировать, например, в виде переключения, да, в виде обесценивания. Это первый, ну, первый момент. И второе, это вот, собственно, собственно, правда, которого вы могли получить в результате, вот, ну, как бы взаимодействия, да, с, ну, с девушкой. Вот. То есть здесь вопрос, как мне кажется, не в том, чтобы искать причину. Традиционно я не считаю, что причина является, ну, важной какой-то. Вот. Я традиционно не считаю, что здесь важнее вот, ну, именно найти причину. Ага. Традиционно я все-таки больше считаю, что важнее вам увидеть вот конкретно, чего вы сейчас хотите, да, и что вам нужно. И в этом смысле, ну, допустим, что для вас, например, является или может являться проблемой, да? То есть, ну, вот, вот, например, является ли для вас проблемой то, что вам вот нравится, как бы, девушка-паттер. Вот. То есть, ну, нравится и нравится строить с ними отношения, в чем здесь, в чем здесь, как бы, трудность, вот. Если вам, если вам нравится, вот. А если вы, к примеру, испытываете, ну, например, чувство стыда, да, допустим, если вы чувствуете стыд за то, что, вот, вам нравится, девушка-паттер. Ваши-паттер. То это уже отдельная тема, и с ней нужно отдельно, в данном случае, ну, разбираться. Вот. Именно отдельно, само считаю. Суть, ну, вот, в этом смысле, не про девушек идет речь, да? Вот. Вот. А здесь все-таки, на мой взгляд, речь идет именно про, именно вашу конфликтную ситуацию, которую вы в себе ощущаете. То есть, ваше конфликтное состояние. Вот. И именно оно, конфликтное состояние ваше, собственно, мешает вам, ну, как-то, вот, двигаться дальше и свободно жить, свободно реагировать. На то, что в вашей жизни происходит. Вот. Мне, мне кажется, ну, по моему мнению, вот, ситуация, вот, она, ну, примерно, примерно, примерно такая. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.